Ежегодно с ростом населения увеличивается потребление электроэнергии. В этом году, как и в предыдущем, этот объем составляет 16 миллиардов 200 миллионов киловатт-часов. Львиную долю этой потребности покрывает тактагульская гидроэлектростанция. Приток воды в тактагулке на этот момент остается высоким. Объем воды водохранилища на уровне 12 миллиардов 700 миллионов кубометров. Заслушивая отчет членов Кабмина о работе за первое полугодие на расширенном заседании в минувший четверг, в том числе и главы Минэнерго Доскулобик Мурзаева, президент Садыр Джапаров поручил сделать все необходимое для обеспечения населения углем в отопительный сезон. Прежде всего, социальных учреждений и отдаленных районов страны. Топливные базы должны снабжать население углем в необходимом количестве и по доступной цене, а все энергообъекты должны быть готовы к максимальной нагрузке в отопительный сезон, отметил президент. «Потребность в электроэнергии у нас растет с каждым годом, поэтому нам необходимо усилить работу энергосектора. Лично вам поручение, Доскул Джумагулович, усильте работу по подготовке к осенне-зимнему периоду. Все условия для этого мы вам создали, новая техника обеспечили, все, что необходимо, делаем. О том, что с углем какие-то проблемы, таких слов не должно быть». «Кыргызская угольная компания получила 50 специальных грузовиков, была укреплена материально-техническая база. На 25% увеличилась заработная плата рядового персонала в компаниях. Объем транспортировки угля на Бишкехскую ТЭЦ существенно отличается от прошлой зимы и текущего года. В этом году мы полностью откажемся от импорта. Мы добудем 1 миллион 750 тысяч тонн угля и поставим его на ТЭЦ». Отвечая на вопрос о состоянии энергетики в целом, Доскул Бекмурзаев назвал его в находящемся на стадии возрождения. В ближайшие годы, по словам главы Минэнерго, будут реализованы масштабные проекты по реконструкции генерирующих мощностей и строительству новых ГЭС. Кроме подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону, сейчас в стране ведутся полномасштабные работы по реконструкции и модернизации оборудования, отметил Бекмурзаев. «Завершены работы по строительству высоковольтной линии Розаков-Арка подстанции Розаков. Реконструирована подстанция Арка. Полным ходом идут восстановительные работы Токтагольской и Атбашинской ГЭС. А также запланирована модернизация Учкургонской ГЭС и ввод в эксплуатацию второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2. Реализация этих проектов продлится до 2026 года и позволит увеличить генерацию электроэнергии более чем на 400 мегаватт. Кроме того, сейчас активно реализуется международный проект «Касса-1000». Президент поинтересовался угловыми Минэнерго точными сроками введения в эксплуатацию малой газбаласару на Кировском водохранилище Таласской области, строительство которой начали летом 2021 года. Отмечало, что три генератора общей мощностью 25 мегаватт будут вырабатывать около 92 миллионов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. На реализацию этого проекта было выделено около 23 миллионов долларов. Нас критикуют за то, что мы только капсулу закладываем, а не ленточки режем. Вы можете сказать точную дату, когда объект будет введен в эксплуатацию? Первый агрегат введен в эксплуатацию на день энергетиков 22 декабря этого года. К первому апреля закончим остальные два агрегата, и Минигэс Баласару заработает полноценно. Кроме того, как обещает Бекмурзаев, в ближайшую пятилетку будет завершена целая программа масштабных проектов по реконструкции основных генерирующих мощностей, а также поэтапная автоматизация процессов производства. Вместе с тем чиновник заявил о нехватке средств из-за низких тарифов на электроэнергию. Дефицит отрасли, по его словам, составил более 15 миллиардов сомов. Согласно действующим тарифам, в 2022 году мы планируем собрать 24 миллиарда 993 миллиона сомов. При этом расходы в сфере энергетики составляют более 40 миллиардов сомов. Разница в более чем 15 миллиардов. Больше всего дефицит у электрических станций – более 11 миллиардов. Такой дефицит мы получили из-за социально ориентированных тарифов. Да, мы говорим, что тариф поменяли. В прошлом году сделали тариф, среднесрочную тарифную политику сделали. Но мы там поменяли потребление горно-рудных подпятий, а население оставили. А если так взять, серьезно, значит, 70% потребленной электроэнергии потребляет население. Значит, получается, 70% мы не трогали, 30% мы там увеличили. Для того, чтобы за выработанную электроэнергию получить деньги, нужен тариф нормальный. Значит, тариф, который себестоимость электроэнергии оправдывает. Необходимо отметить, что летом прошлого года Минэнерго предлагали повысить тарифы на электроэнергию для населения до 1 сома 9 тыинов. Однако после рекомендации президента от этой идеи ведомстве отказались. Ситуация в энергосекторе по-прежнему сложная, но и материальное положение людей тоже стоит учитывать, отметил глава государства. Продолжает действовать самый низкий в регионе прежний тариф – 77 тыинов. Кроме того, для малообеспеченных семей с начала этого года стоимость электроэнергии была снижена до 50 тыинов за 1 кВт-час. Между тем, о готовности к осенне-зимнему периоду заявляют в национальных электрических сетях Кыргызстана и Северэлектро. Идет подготовка подстанций и воздушных линий электропередач. Представители энергопредприятий уверяют, проблем с энергоснабжением в отопительный период быть не должно. Выполняются капитальные ремонты и текущие ремонты оборудования подстанций, также на линиях электропередачи. В рамках поручений, которые вчера были даны президентом Красной Республики, у нас работа ведется и к началу осенне-зимнего периода мы все запланированные работы завершим. Сейчас ремонтируем трансформаторы, прокладываем новые линии, меняем кабели. По плану ремонту подлежали 1331 подстанция, из них 659 на сегодня отремонтировали. Из 42 35-киловольтных подстанций на 19 работы закончены. Также провели техническое обслуживание 440 километров электросетей и запланированных 845 на этот год. Отмечается, что впервые за много лет в Кыргызстане начато строительство малых гидроэлектростанций. Наряду со строительством крупных гидроэнергетических объектов, таких как Камбарата-1, строительство которой Садыр Джапаров назвал сооружением века. Это позволит повысить экспортный потенциал республики и в маловодные периоды поддерживать основной источник электроэнергии, тактогульскую ГЭС. Доклады о состоянии дел в отрасли глава государства поручил делать ежемесячно для информирования жителей страны о текущей ситуации. Камбарата-1 гидроэлектростанций начинается. 3,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит продавать каждый произведенный киловатт-час в рамках проекта «Касса-1000». Это внесет значительный вклад в экономику страны и составит годовую прибыль в 234 миллиона долларов, подчеркнул президент. Между тем, объемы угля на территории ТЭЦ-Бишкека на этот момент превышают 160 тысяч тонн, при расходе около 2,5 тысяч тонн в сутки. Запланированные ремонтно-подготовительные работы выполняются по графику, сообщает на предприятии. За предыдущие сутки было выработано 3 миллиона 720 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Бишкекская теплоэлектроцентраль – единственный крупный генератор электричества на севере страны и основной источник энергии централизованной системы теплоснабжения Бишкека. Она обеспечивает до одной десятой всего энергопотребления Кыргызстана. В зимние максимумы нагрузок ТЭЦ-Бишкека вырабатывает до 11 миллионов киловатт-час электроэнергии в сутки, что сопоставимо с выработкой крупной гидроэлектростанции.